В Усть-Каменогорске прошли практические занятия для школьников по правилам дорожного движения. Мероприятие организовано Департаментом полиции Восточно-Казахстанской области при поддержке детско-подросткового клуба «Жигер». Его целью стало предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и разъяснение правил безопасного поведения на дороге. На специально подготовленной площадке автоциона школьники могли продемонстрировать свои навыки вождения на велосипеде и на практике изучить важные аспекты безопасности дорожного движения. Участникам объяснили, как правильно переходить улицу в специально обозначенных местах, рассказали о значении сигналов светофора и познакомили с дорожными знаками. При поддержке детско-юношеского клуба «Жигер» совместно с полицией Департамента Восточно-Казахстанской области проводим практические занятия по изучению правил дорожного движения. Здесь в основном участвуют учащиеся 20-я школа и юные инспектора дорожного движения. Как отметили организаторы мероприятия, такие занятия планируются проводить на постоянной основе после официального открытия автодрома. В течение двух лет я уже учусь в детско-подростковом клубе «Ахжол». За эти два года мы были призерами областных и городских слетов. Я сама юный регулировщик, лучший регулировщик Восточно-Казахстанской области. Мне нравится, что в будущем это все пригодится, обязательно, когда мы будем сдавать на права. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – важнейшая задача, подчеркивает заместитель начальника управления местной полицейской службы ДПВК. Андрей Ларионов. Такие мероприятия – это хорошая возможность для самих школьников делиться полученными знаниями со своими сверстниками. Школьники, учащиеся, могут сами продемонстрировать вождение на велосипеде, показать свои знания. При взаимодействии, поддержке подросткового клуба «Жигер» сегодня они здесь присутствуют, покажут тоже свое мастерство. И, так скажем, дети будут обучать своих же сверстников. Покажут свои навыки, какие они уже приобрели в течение учебного года, в течение своего обучения. Будут продемонстрированы, каждый будет предоставлено возможность проехать. И вообще наглядно, практически будем сегодня разъяснять, показывать, как нужно правильно переходить в проезжую часть, правила дорожного движения. Отметим, за 9 месяцев этого года произошло 195 ДТП с участием несовершеннолетних.